Воссоздать национальный костюм, придерживаясь традиции древних мастеров, задачи не из легких. Более 30 лет художница Татьяна Шаркова посвятила изучению чувашской вышивки. И сейчас представила свою коллекцию на государственную премию в области искусства и литературы. Красной нитью по льняному полотну в результате кропотливой работы из подруг мастерицы выходит настоящий женихов платок. Вдохновением для создания полотна послужили экспонаты 19 века в музее Спиридонова. Конечно, как у всех творческих людей, у Татьяны Шарковой имеется свой взгляд. Но влияние предков особенно чувствуется в ее работах. Ее вещи, они современные и в то же время видны традиции, что они исходят от тех чувашских вышивок, первнейших наших чувашских вышивок, поскольку наши предки, сувархузы, они создавали вот эти красные творения. Татьяна Васильевна родилась в Яльчикском районе. Ее земляки чтут традиции предков, передают секреты мастерства от поколения к поколению. Особое влияние оказали на будущую художницу и знакомство с известными деятелями искусства. Алексеем Трофимовым, Екатериной Ефремовой и Моисеем Спиридоновым. В музеях Петербурга и Москвы она искала кукол, в которые играли дети еще до революции. А технику, секреты и значения символов вышивки Татьяна Шаркова изучала не только в чувашских глубинках, а также Казани и Шкороле-Ульяновске. У нас есть верховые, низовые чуваши, и поэтому у всех разный костюм. Например, тухья, она по-своему красива, хушпо, платки разные, условные игрушки. У Татьяны Шарковой немало последователей, ее ученики и студенты, и выпускники художественных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Они тоже привносят этнические мотивы в свои работы. Станет ли наша художница лауреатом, будет известно в День Республики. А все желающие могут познакомиться с работами мастерицы в Национальном музее. Екатерина Куприна, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.